Уважаемые гости, компания Кодерлан приветствует вас. Сегодняшняя наша встреча посвящена логистике, импорту веб и так далее. Рассматривать мы будем с вами это на примере 1S ERP. Вы видите на экране наши контактные данные, то есть наша электронная почта, наши телефоны, телеграм-контакты и адрес нашего сайта. Вести сегодняшнюю встречу буду я, консультант-аналитика 1S Гардышева-Галина. И мы, собственно, рады вас приветствовать на нашей встрече. Кроме того, что мы будем с вами рассматривать нормативные материалы на примерах, на слайдах. Мы будем переключаться на программу, на веб-программу, на демоверсию. И будем рассматривать, вот таким образом будем переключаться, будем рассматривать с вами на программе то, о чем поговорили теоретически, как это выглядит именно в данной конфигурации. И, собственно говоря, что нам нужно учесть для дальнейших настроек для работы в следующем году. Мы будем очень благодарны вам за обратную связь, то есть задавайте вопросы. Если мы успеем, то мы ответим на них в рамках вебинара. Если не успеем, то уже будем отвечать на вопросы в индивидуальном порядке максимально быстро. И, соответственно, уже сможем более полно касательно именно вашего вопроса, вашей ситуации ответить вам по конкретной бизнес-проблеме. Так что приглашаем вас к сотрудничеству. Сегодняшняя наша программа будет выглядеть вот таким образом. Мы поговорим про основные настройки, поскольку для отражения веб, импорта и логистики требуется вносить настройки в несколько подразделов. Поговорим про ГТД, хотя сейчас этот термин уже не употребляется, и про прослеживаемые товары, про отложенный переход права собственности и фактическое поступление товаров, про таможенные НДС, про закупки из стран ИАЭС, короче, обо всем, что касается внешнеэкономической деятельности. Ну и, естественно, посмотрим дополнительные отчеты и сервисы, на что успеем. То есть, на самом деле, сама по себе тема достаточно емкая. Здесь можно не на один вебинар наговорить, так сказать. Поэтому, к сожалению, мы будем в очень сжатом темпе информацию, скажем так, рассматривать. Так что, приступаем. Сначала немножко возобновим, так сказать, освежим в памяти теоретическую часть. То есть, почему я сказала, что аббревиатура ГТД не используется? Потому что ГТД – это грузовая таможенная декларация. Она использовалась в предыдущие периоды, и, в общем-то, это был основной документ при пересечении границы. Но на данный момент именно аббревиатура ГТД не используется. Используется таможенная декларация. Это в 2011 году введено, но термин ГТД, в общем-то, достаточно сильно прижился и до сих пор применяется и в нормативных источниках, и в некоторых, скажем так, не только нормативных источниках, но и в некоторых инструкциях, в некоторых пояснениях и так далее. Поэтому иногда мы будем тоже им пользоваться, но мы понимаем, что это уже старый термин, просто это как старая добрая сказка. На самом деле таможенные декларации имеют уникальный номер, который присваивается им при регистрации создания этого документа. То есть состоит он из нескольких групп цифр. В России из 21 цифры, может быть, немножко больше. И плюсы не только цифры могут использоваться, но и буквенные обозначения. Мы сейчас с вами посмотрим, где в самой декларации этот номер указывается, ну и, соответственно, как он строится. Вот сейчас мы посмотрим декларацию. При составлении декларации номер декларации указывается вот в этом поле. И снова вернемся к теоретическим материалам. То есть первая группа цифр – это обычно обозначает таможенный пост, который выпустил эту декларацию. То есть, соответственно, в этой кодировке заложен опознавательный номер таможни. Вторая группа цифр – это фактически дата, то есть когда была выписана декларация. Например, если декларация была выпущена, была выписана, например, 30 апреля 2024 года, то и в этом поле будут стоять данные об этой дате. Но штампик таможенный выпуск разрешен, может содержать другую дату. То есть когда выпущена с таможни, и эти номера могут отличаться. То есть, соответственно, дата, которая указана в номере таможенного документа, и дата, которая указана в штампике выпуска разрешен, могут отличаться. Ну и, наконец, третья группа цифр – это чаще всего 7 цифр. Это порядковый номер, который присвоен уже именно конкретной декларацией. С каждого года эта нумерация обновляется, то есть начинается с единицы. То есть первая декларация в 2025 году будет состоять из 6 нулей и номер 1. А в 1С у нас это отражается вот таким образом. То есть, когда мы создаем таможенную декларацию, у нас получается вот такой номер. Повторюсь еще, вот эта группа цифр – это, так сказать, паспорт. Это номер таможни, таможенного пункта, на который выписана декларация. Вот это у нас с вами дата. И вот это у нас с вами конкретный порядковый номер данной декларации. Ну и, соответственно, сторона происхождения мы указываем, выбираем из справочника. Перед тем, как мы начнем работать с импортом, с логистикой, то есть у нас необходимо сделать настройки, причем, как я уже сказала, настройки в нескольких подразделах. То есть первое, что мы должны сделать, это зайти в настройки и проверить валюты, чтобы у нас были выписаны, не выписаны, а активированы функции по учету нескольких валют. Напомню, что когда мы с вами работаем со справочниками, то практически все работы мы начинаем с раздела НСИ и администрирования. Ну вот это таким образом. Вот у нас НСИ и администрирование. И, соответственно, мы должны, когда начинаем работать с ВЭД, проверить активацию всех дополнительных подразделов, которые нам нужны. Но еще раз возвращаемся к нашему слайдику. Значит, здесь мы активируем настройки НСИ и разделов и раздел предприятия. Вот оно у нас, как бы колонки, начальное заполнение, заполнение НСИ и разделов и отчеты. Вот у нас справочник, раздел предприятия. И здесь мы должны проверить, проставлены ли у нас разные валюты. Да, у нас стоит флажок «Несколько валют». У меня, как вы видите, этот флажок неактивный, потому что у меня уже есть документы, которые содержат несколько валют. И, соответственно, дополнительные документы, которые с этими валютами какие-то операции отражают. То есть я уже не могу отменить этот флажок, чекбокс так называемый. И вот видите, используются платежи и валютный контроль. Ну и, в общем, короче, мне подсказки, почему я не могу это сделать. Ну, просто немножко напомню, когда мы работаем с настройками функциональных опций, какие-то дополнительные опции активируем, здесь самое основное – это читать данные подсказки, которые сопровождают каждое окошко, которое необходимо либо активировать, либо отключить данную активацию. Значит, мы с вами проверили валюты. Можем зайти в справочник, посмотреть, какие валюты, но мы этого делать не будем. Единственное, что хочу обратить внимание, чисто для дальнейшей настройки, дальнейшей, скажем так, адекватной оценки, устанавливаете валюты регламентированного учета аналогично валюте управленческого учета. Хотя некоторое время назад у нас валюта управленческого учета очень часто приравнивалась, например, к долларам, к еврам. Так, это мы с вами посмотрели. Посмотрели, что у нас валюты установлены. Возвращаемся снова к нашим слайдикам и смотрим следующий. То есть вот этот слайдик отражает именно выделение, показывает те функции, которые нам нужно было активировать. После этого мы с вами заходим, опять же, раздел НСАИ и администрирование, закупки и соглашения договора с поставщиками. То есть мы с вами будем работать в эту внешнеэкономическую деятельность. То есть это предполагается, что мы ведем деятельность по закупке и иностранными поставщиками, то есть мы работаем с импортом. Если мы работаем с экспортом, у нас потребуются уже немножко другие настройки, но тем не менее. Значит, вот сейчас мы с вами переключимся на демобазе, вот этот раздел. Но предварительно посмотрим слайдик, как это выглядит. То есть нам с вами необходимо в этом разделе, в разделе закупки, проверить соглашения и договора с поставщиками. Переходим в меню закупки, договора с поставщиками. Вот у меня уже созданы договора с поставщиками. И, например, вот, ну, естественно, это уже готовый документ, созданный. А мы с вами еще говорим пока только про документы настройки и администрирования. НСИ и администрирование. Значит, здесь у нас режим закупки. И здесь мы проставляем дополнительную активацию функциональных опций. Обратите внимание, пожалуйста, вот на такой момент. То есть мы активируем какие-то конкретные функциональные опции, но в самом разделе, который мы настраиваем сейчас, у нас тоже есть раздел НСИ закупок. То есть если здесь у нас более грубые настройки, то вот здесь это уже настройки более тонкие, если можно так выразить. Значит, мы с вами переходим в НСИ и администрирование, в разделы закупки. И отмечаем, что нам нужно отметить именно здесь. Во-первых, соглашение, то есть возможность использования соглашений. Второе, мы проверяем, чтобы у нас была возможность заказа использовать, заказы поставщикам. И, соответственно, проходим ниже и проверяем, что же здесь еще нам может пригодиться. Вот здесь еще есть один пункт, который нам очень нужен. То есть это товары в пути, флажочек мы ставим, и неотфактурованные поставки. Я про эти флажочки скажу немножко позже. Мы будем с вами обсуждать, так сказать, переход права собственности. Но сейчас я просто акцентирую на этом внимание. Значит, мы с вами соглашение с поставщиками проверили, что у нас стоит отмечка «Соглашение с поставщиками». Это закупки. Мы используем соглашение с поставщиками, потому что в соглашениях, в каждом конкретном соглашении описывается, точнее устанавливается, какая цена применяется, какой график оплаты, то есть предоплата, постоплата и так далее. Это дает нам возможность, ну, более-менее приближенно, работать с документами иностранцев. То есть, например, у нас каждая поставка товаров сопровождается документами либо «Инвойс», либо «Счет проформа». Ну, то есть иностранными документами, которые имеют в качестве аналогов в российском законодательстве именно как статус соглашения. Теперь мы, значит, с вами посмотрим такую схемку, то есть при оформлении документов закупки, естественно, мы подразумеваем, что это импортные товары, и в этом случае у нас должно быть отражение и в управленческом, и в бухгалтерском, и в налоговом учете. То есть могут быть такие ситуации, когда закупка импортных товаров не требует такого таможенного оформления. То есть, например, эти товары были уже растаможены какими-то, ну, какими-то другими оптовыми, например, компаниями. Вторая ситуация, то есть, когда мы оформляем покупку импортных товаров, которые требуют таможенного оформления, то есть оно еще не произведено, но необходимо его осуществить. Например, товары у нас идут каким-то транспортом или железнодорожным, или морским, контейнерным, то есть товары в пути, которые требуют таможенного оформления. Закупка импортных товаров из стран ЕАЭС. И, соответственно, если это идет доставка, то в этом случае у нас могут использоваться при импортных закупках термины Ingoterms 2000. И в этом случае у нас переход права собственности может быть оговорен не так, как обычно оформляются российские закупки. То есть, во-первых, переход права собственности у нас возникает по той дате, когда на таможне проставляется штампик «Выпуск разрешен». А по правилам Ingoterms у нас могут быть другие даты. Например, переход права собственности при получении товара на складе поставщика «Эксвёкс». Или, например, «ФОП» «Фри ОВБОРД». Или «СИФ», когда учитываются все «Кост иншуранс фрахт». То есть, учитываются все страховки, все затраты по оформлению грузоперевозки фрахт. И, соответственно, переход права собственности может быть и возле борта судна, и на судне, и при доставке на таможню. Ну, то есть, какие условия оговорены в договоре. Для того, чтобы у нас был доступен вообще сам функционал работы со странами ЕАЭС, необходимо выполнить следующую настройку. Мы здесь с вами уже были, то есть, настройка НСИ и разделов. И вот здесь мы с вами немножечко не дошли до этого, то есть, НСИ и администрирование, то есть, учет НДС, импорт и экспорт. Ну, соответственно, когда мы приходим в этот раздел, то мы с вами по НДСу сейчас мы не будем более плотно останавливаться, то есть, раздел НДС нам нужно, естественно, просмотреть, поставить чекбоксы, но больше нас сейчас интересует раздел контроль ГТД. Да, мы ставим флажок, что импортом мы будем торговать, да, мы запретим операции без номеров ГТД, да, мы обязательно поставим вот этот флажок, потому что импортные товары мы обязательно должны на предмет прослеживания проверять, то есть, прослеживаемые товары мы отмечаем, ну, у меня отмечен сентябрь 23-го года, на самом деле это можно настроить, вот здесь мы переходим по гиперссылке и в этом случае, как вы видите, мы попадаем в учет прослеживаемых товаров, в этот же режим мы можем с вами попасть и другим образом, то есть, это у нас есть вот здесь, учет прослеживаемых товаров, вот как вы видите, я попала абсолютно в ту же настройку, но пока мы с вами попали, попали в эту настройку вот через эту гиперссылку, и, соответственно, проверяем остальные флажки, проверяем схемы товаров пути, да, мы используем, и вот так далее, и проверяем флажки, чтобы мы могли работать с товарами из таможенного союза, то есть, мы проставляем ввоз из таможенного союза, да, импортные закупки, да, и разделять закупки по поступлениям, вот этот флажок, обратите внимание, он у меня стоит, потому что у меня в качестве примеров имеются документы, которые мне было необходимо создать, но вот если мы с вами говорим, что мы настраиваем импорт для себя, то вот здесь вот этот флажок вполне вероятно, что вам не нужно проставлять, мы вернемся немножко дальше, поподробнее к этому моменту, но обратите внимание именно на этот флажок, то есть, возможно, вам его нужно будет снять, так, нет, нам не надо сейчас изменять эти настройки, это мы просто посмотрели, какой флажок нам может испортить в дальнейшем, так, значит, это мы позакрывали, не нужно, то у нас здесь много всего насобиралось, и возвращаемся снова к нашим слайдам, значит, мы с вами проверили эти разделы, проверили регистрацию номеров и контроль ГТД, и проверили, что дополнительный контроль по заполнению номеров у нас присутствует, и, соответственно, в этом случае программа будет контролировать соблюдение маски номера, которую вот мы с вами смотрели, номер состоит из трех групп цифр и так далее, то есть программа будет контролировать правильность заполнения. Вот эти отметки мы с вами проставили, и вот эти отметки мы тоже с вами проставили, то есть по работе с таможенным союзом, все мы отметили, и вот эти отметки, товары в пути и не отфактурованные поставки в разделе закупки мы тоже с вами уже сделали. Теперь еще теоретически немножко материалы, то есть понятное дело, что если мы работаем с импортным товаром, если мы отметили, что товары в пути, то в этом случае предполагается, что мы можем работать с документами как бы в два приема, то есть если мы делаем закупка товаров и услуг, и, соответственно, поступление товаров на склад, это если мы говорим про количественный учет, то есть про товароматериальные ценности, ТМЦ, так сказать, и поступление услуг, если мы говорим про какие-то услуги, то есть в этом случае у нас, если мы говорим про ВЭД, в номере паспорта сделки будут разные циферки, то есть 2 и 4, а в справочнике номенклатура мы должны будем с вами отметить импортный, то, что этот товар у нас является импортным, то есть это, я говорю не конкретно товар, что это номенклатурная позиция у нас отражает импортный товар. Сейчас мы с вами здесь посмотрим карточку и переключимся на нее уже в, так сказать, натуральном виде, то есть на закладочке мелкий шрифт, значит, когда мы открываем полностью, открываем карточку товара, то вот здесь вот у нас есть такая с вами графа, что импортные товары переключим сейчас на домопазу, так, и любую, например, возьмем позицию, вот, значит, у нас закладочка реквизиты, это я просто открыла номенклатурную позицию в справочнике номенклатура и у нас карточка номенклатурная состоит вот таким образом выглядит, если я перехожу на закладочку реквизиты, то у меня может быть вот такая свернутая форма, а может быть, то есть я могу развернуть, то есть я могу развернуть, естественно, каждый конкретный пункт, но я развернула сразу всю карточку, чтобы, так сказать, масштабы были видны, на самом деле, чтобы было видно, где находится нужный мне чекбокс и как на него попасть. Значит, ну, как вы видите, здесь у нас больше информация от SRM-блока, и вот здесь уже указываются конкретные данные про товар, и вот мы с вами здесь смотрим, есть оформление реализации, единицы измерения, размещение, это если мы используем адресное хранение, и вот у нас регламентирован учет и проставлен в сложок импортный товар, то есть как только мы проставляем в сложок что-то импортный товар, то в этом случае у нас предполагается, что ведется учет в разрезе ГТД или РНПТ, но чаще всего и в разрезе ГТД и в разрезе РНПТ, потому что прослеживаемые товары, как вы помните, это у нас товары иностранного производства, которые подлежат прослеживанию, и номер РНПТ проставляется, присваивается в момент пересечения границы и составление ГТД, то есть естественно импортный товар и прослеживаемый товар, я в этом случае ставлю флажок и тут. Так, сейчас мы отсюда с вами снова вернемся в наши слайдики, и вот о чем мы еще поговорим. Значит, это мы с вами посмотрели практически карточку товара, ну вот это тоже самый слайдик товара у меня из демо-базы, как вы видите, здесь и прослеживаемый товар, и импортный товар, вот выделение красным, эти флажки у нас проставлены. То есть, естественно, это если я создаю первоначально карточку товара, то у меня вот эти поля требуют заполнения. Если я, допустим, он у меня уже есть, и я с ним уже работала, они у меня уже должны быть, собственно, мы только проверяем. Значит, ну вот вы видите это, так сказать, теоретическое сопровождение данных слайдиков, и вот еще момент, вот, например, если у нас товар не требует декларирования, то есть, например, мы имеем дело не с первым поставщиком, то есть, уже товар растаможен, то в этом случае не требуется составление дополнительных деклараций, в этом случае мы уже, даже если товар импортный, обычным документом приобретения товаров и услуг оперируем. а вот если у нас стоит вопрос о том, что мы должны сами оформить таможен, то есть, если мы являемся импортером, то в этом случае необходимо дополнительно предпринять несколько операций. Во-первых, мы оперируем с вами документы приобретения товаров и услуг, но в этом случае мы обязательно должны указать хоз операцию импорт. Сейчас мы возвращаемся с вами в демо-базу и вот закупки, допустим, все документы и мы с вами вот приобретение товаров и услуг я намеренно беру российского законодателя, то есть, где у меня нету такого такого типа. То есть, у меня операция просто закупка у поставщика указана в этом документе. И вот, как вы видите, если я хочу создать документ, что это у меня именно импорт, то я выбираю вот либо импорт, либо импорт товаров пути. Значит, импорт товаров пути я выбираю в том случае, если у меня, например, по соглашению, которую заключено с поставщиком товаров, право собственности на товары переходит, например, на условиях ex-vox, то есть, на условиях вклад поставщика или франко вклад поставщика, как российский аналог терминов. Ну, мы возьмем самый простой вариант, мы сейчас с вами посмотрим импорт. Значит, когда у нас с вами используется импорт, то вот он у нас приобретение товаров и услуг, вот у нас установлена операция импорт, обратите внимание, что документ у меня в этом случае может быть евровый, но может быть и рублевый, поскольку сейчас расчеты в евро и в долларах США достаточно стали проблематичны после введения санкций, но на самом деле, может быть, и в рублях все зависит от конкретного договора, то есть договор, вот у нас указан конкретно договор, и вот у нас указано соглашение, соглашение мы можем просмотреть вот таким образом, ну и, собственно говоря, здесь в основном условия закупок, и вот здесь обязательно обращайте внимание, что если я ставлю, требуется указание договора, то у меня соглашения подчинены договору, и в договоре определены, например, какие-то условия, если у меня может быть какие-то разовые доставки, разовые, соглашения, то есть, ну, например, по аналогии с тем, что в транспортном экспедировании договор, заявка приравнивается к самостоятельному договору, то есть, если я ставлю вот здесь договор, и не используется порядок расчетов указывается в соглашении, то в этом случае я должна буду задать валюту, ну, соответственно, если я задаю здесь евро, но не проставляю отметку, что это у меня оплата в иностранной валюте, то это будет договор в УЕ, то есть, отражаться в регламентированном учете будет в рублях, но по курсу евро, например, если я ставлю вот такую отметку, то это у меня будет чистокровный, так сказать, беспримеси валютный договор, валютное соглашение, и, соответственно, здесь я уже должна заполнить остальные подробности, ну, и прочие соглашения, это, естественно, в первую очередь ГФУ, и во второй очередь статья движения денежных средств, статья ДДС, но, поскольку это у нас уже созданный документ, мы просто не будем создавать заново, нет, мы не будем сохранять изменения, мы остановимся на том, что уже есть, я указываю склад таможены, то есть СВХ, и, собственно, вот здесь вот я заполняю все, что мне известно на данный момент, а еще один момент хотел акцентировать ваше внимание, обратите вот сюда внимание ваше, то есть у меня данный данное поступление не привязано к заказу, то есть заказа у меня не было, поэтому, видите, я могу и с использованием заказа действовать, и без использования заказа. На закладочке товара я перечисляю, что конкретно мы купили, и, соответственно, подробности этой покупки, то есть цена, сумма, подробности. На закладочке доставка вот еще один момент, то есть у меня поставщик на наш склад, но практически в международной торговле такое встречается достаточно редко, если я хотел показать одну вещь, но не здесь, она сейчас доберемся до нее, то есть, соответственно, способ доставки поставщик на наш склад, в этом случае именно вот такой способ доставки применяется достаточно редко и обычно используется, что самовывоз. И закладочка дополнительная, здесь вот мы как раз создаем все подробности по нашей сделке, то есть группа финучета по направлениям деятельности, если в ERP к направлениям деятельности достаточно много привязана и аналитик, и механизмов по этому направлению деятельности мы обязательно указываем, эта информация берется из справочника ответственные лица и соответственно включается или не включается НДС и вот такой флажок регистрирует цену поставщика автоматически, то есть если мы проставляем вот такой вот флажок, то у нас по этому документу цены сразу попадут в нужные справочники, то есть справочник цены поставщика и номенклатура поставщика. И обратите внимание вот на эту строку, то есть номер входящего документа здесь указывается тот, который присвоен иностранным поставщиком, то есть вот здесь вот на закладочке основное вот этот вот номер присваивается конфигурации и имеет свои особенности, а вот тут мы указываем номер, который получили от поставщика, потому что естественно у них бывает другая нумерация и так далее. И соответственно наименование пишем счет фактура, инвойс, проформа, инвойс и так далее. И дата поступления, здесь у вас дата выписки документа, а вот здесь дата поступления. То есть после того, как мы оформили документ приобретения, мы на основании этого документа можем создать таможенную декларацию на импорт. В этом случае табличная часть будет перенесена из этого документа, то есть если я выбираю вот именно таможенная декларация на импорт, сейчас я хочу проверить, то есть я вам показываю уже на готовом примере, но вот я забыла, есть у меня таможенная декларация уже составлена или нет. Я могу в меню отчеты посмотреть связанные документы и здесь мне сразу будет видно, ага, у меня таможенная декларация уже составлена. Есть еще отдельный отчет, который позволяет проанализировать на все ли документы поступления у нас созданы таможенные декларации, но вот в данный момент, чтобы мы не тратили время на заполнение, мы перейдем в уже готовый документ. Значит, я этот готовый документ повторюсь, создаю на основании документа приобретения и вот эта пиктограммка, один листик из другого копируется, вот она здесь находится, таможенная декларация на импорт. так. Значит, у нас при таком варианте создания получается такой интерфейс на закладочке основное, мы заполняем сведения по декларации, то есть обратите внимание, вот здесь номер и номер декларации это разные вещи, то есть здесь у нас порядковый номер, который присваивает программа, здесь мы указываем статус, то есть выпущен из таможни или так, значит, все-таки придется создать дополнительно, потому что иначе мы не можем просмотреть вот эти вот подробности, значит, тогда возвращаемся к документу приобретения, так, а это немножко не тот документ, сейчас, вот он тот документ, значит, приобретение товаров услуг, да, и создаем на основании него таможенную декларацию на импорт, вот, мы попадаем с вами в интерфейс создания таможенной декларации, и, значит, как я уже сказала, этот номер у нас присваивает программа, значит, статус выпущен с таможни, нам доступно здесь на таможенном оформлении, то есть, когда, например, только груз прибыл на таможню, и на СВХ поступил, и уже выпущено с таможни, значит, таможенная очистка завершена, значит, поставщик, соответственно, у меня поставщик и контрагент поставщика, например, у меня установлено по НСИ и администрированию, что у меня поставщики и партнеры, контрагенты и партнеры ведутся независимо, поэтому у меня поставщик может быть другой, отличный от контрагента, и номер таможенной декларации, вот здесь вот я уже проставляю номер таможенной декларации, который присваивает таможню, обратите внимание, у меня это поле с красным подчеркиванием, это значит, оно обязательно для заполнения, но выбора у меня здесь нет никакого, значит, если я хочу создать номер, то я создаю индивидуальный номер, то есть повторение номеров не может быть, таможенной декларации имеют индивидуальные номера, и соответственно после того, как я заполнила вот этот раздел, то есть закладочка основная, я перехожу на закладочку расчеты, и вот здесь вот оформляется оформляется сведение о чаще всего таможенных брокеров, если мы используем их услуги, ну и либо если у нас есть собственный декларант, то в этом случае я выбираю не таможенным брокером, а выбираю самостоятельно, и у меня меняется интерфейс, который я должна буду заполнить по камести, я ставлю, что у меня брокером, я выбираю какая конкретно таможня, то есть обязательно заполняю поля с красным подчеркиванием, и ставлю флажок оплата через единый лицевой счет, поскольку сейчас именно такой способ оплаты, используются. Таможенный сбор, это у нас обратите внимание таможенный сбор, таможенная пошлина и таможенная НДС это разные виды, и соответственно таможенный сбор обычно бывает 300 рублей, 500 рублей, 1500 рублей, 1500 в зависимости от объема инвойса или документа поступления, то есть я заполняю все средства, которые касаются этого, этой части, и перехожу к основной закладочке раздела ГТД. здесь у меня таможенная стоимость, мы ее видим в разделе ГТД, она указывается, таможенная стоимость, это инвойс в валюте, умноженный по курсу Центробанка, ставка пошлины, значит, здесь я указываю, какая конкретно ставка, например, 10, там 15, 20 процентов, сумма пошлины у меня рассчитывается автоматически, и ставка НДС, я выбираю, какая у меня ставка, то есть либо 20 процентов, либо 10 процентов, ну вот, вот так я выбираю 10 процентов, и сумма у меня рассчитывается автоматически, страна происхождения тоже выбираю из справочника, и подхожу к самому интересному, то есть у меня здесь стоит сумма пошлины, у меня здесь стоит сумма НДС, и вот здесь вот у меня перенесена табличная часть из документа поступления товаров, ну, например, если я оформляю таможенную декларацию по нескольким НОВСам, что мне в этом случае делать? Значит, в этом случае я выбираю, у меня уже есть какой-то перечень, то есть я создала на основании документа, который содержит несколько табличных позиций, но мне необходимо добавить товар, значит, в этом случае я могу использовать вот такую кнопочку, заполнить и подобрать из поступления, значит, в этом случае у меня открывается перечень документов, по которым я могу подобрать для товара для этой декларации, ну, на самом деле у меня сейчас нет таких документов, но я могу использовать этот вариант, и тогда у меня в табличную часть к этим уже существующим позициям добавятся еще какие-то новые позиции, ну, либо я могу просто подобрать конкретный товар, если, например, у меня есть еще документы, по которым поступила, ну, и, собственно говоря, считаем, что мы все заполнили, так, и теперь еще, значит, у нас есть закладочка дополнительная, заметьте, я еще ничего не сделала, никаким образом не распределила пошлины, и НДС я только подобрала позиции, то есть номенклатурные единицы, и закладочка дополнительная, закладочка дополнительная, это, соответственно, определенные ответственные лица, менеджер по умолчанию проставляется пользователем, то есть пользователь, который составляет эту декларацию, если я хочу изменить, то я, естественно, выбираю другое лицо, банковский счет, значит, я выбираю счет, который используется для единых платежей таможни, для того, чтобы у меня по тем сведениям, которые я задала, то есть вот здесь и вот здесь таможенные сборы и таможенные пошлины и НДС, чтобы у меня, соответственно, списались деньги с банковского перевода, и, естественно, группу финучета и направления деятельности, то есть будем считать, что я все это заполнила и у меня получилась вот такая вот декларация, вот мы пройдемся по тем разделам, которые смотрели уже, то есть вот у меня, как вы видите, ставка пошлины, сумма пошлины, ставка НДС, сумма НДС, ну и, собственно говоря, вот информация, которая у меня распределилась, как распределилась, то есть на самом деле после того, как я проверила закладочку дополнительно, я могу сюда вернуться и очень сложный момент сделать, нажать на распределить на товары, в этом случае вот эти суммы, то есть сумма пошлины и сумма НДС у меня распределится вот по тем номенклатурным позициям, которые у меня указаны в нижней части таблицы. То есть, как вы видите, достаточно простой и удобный механизм распределения именно доможенных платежей на номенклатурные позиции. здесь у нас с вами еще есть возможность поработать с отчетами, то есть, во-первых, я могу связанные документы, то есть иерархическую структуру подчинения просмотреть, вот они у меня связанные документы, и дальнейшие уже, какие у меня созданы на основании таможенной декларации, операции, то есть, я могу создать документ перемещения, могу списать безналичные средства и так далее. Значит, вот мы с вами просмотрели просмотрели слайд, который касается именно оформления импортных операций, то есть, вот приобретение импортных товароматериальных ценностей и оформлении таможенной декларации по ним. Но это при стандартном, скажем так, стандартном способе оформления, то есть, когда у нас право собственности не расходится по времени с оформлением ГТД. Но бывает, что у нас товары принимаются на учет раньше, чем мы оформляем ГТД. То есть, ну, как я уже сказала, это если условия НКТ отличаются от условий российского законодательства. Значит, в этом случае что мы делаем? Если у нас ГТД, точнее, ТД, как видите, здесь уже оформлено позже, чем документ поступления, то есть, мы, соответственно, создаем документ поступления, будет либо поступление товаров, либо акт, и после того, как возникает уже оформленное ГТД, мы возвращаемся в документ поступления, и на его основании создаем декларацию. в этом случае я могу использовать 15-й счет или 16-й счет, ну, то есть, уже использовать промежуточный счет для оформления. Если мы работаем с ЕАЭС, то есть, с таможенным союзом, значит, здесь у нас немножко другое отношение к декларации, значит, в этом случае мы декларации оформляем немножко по-другому, сейчас мы с вами посмотрим слайдик, вот такой, значит, этот слайдик отражает учет прослеживаемых товаров, как я уже говорила, и меню закупки у нас с вами есть вот прослеживаемые товары и прослеживаемые товары мы с вами смотрели в разделе НДС, ой, НСИ и администрирование настройки в разделе администрирования. Немножко теории, так сказать, то есть по товарам, по которым мы фиксируем переход права собственности, мы регистрируем факт оформления таможенной декларации, а фактическая поставка товаров на склад производится позже. В этом случае переход права собственности до момента поступления вы видите вот сейчас на экране, то есть какие нам необходимо провести настройки, то есть мы выбираем НСИ администрирование закупки, документы закупок и ставим с вами флажок товаров пути. Это мы с вами уже сделали, когда в меню НСИ администрирования заходили. и соответственно вот эти вот настройки мы все с вами уже выполнили, когда проходили по настройкам там по настройкам ГТД. А вот теперь мы с вами добрались до того флажка, на который я просила вас обратить внимание. То есть флажок разделять импортные закупки по поступлениям. Значит вот здесь необходимо отметить для чего это требовалось. То есть если мы проставляем этот флажок, то мы себе ограничиваем возможность в создании таможенных деклараций по нескольким документам. То есть если мы не проставляем этот флажок, снимаем, то это позволяет нам создать несколько, создать декларацию по нескольким документам. Ну еще раз на всякий случай вернемся, чтобы вы не забыли. Так значит еще раз это у нас было меню НСИ и администрирования напоминаю, НСИ разделы учетов и учет НДС. Значит НСИ и администрирование учет НДС импорт и экспорт и соответственно в нашем случае то есть мы с вами ходили по закладочкам регистрации и номеров и ГТД а вот теперь вот восстанавливаем то есть вот у нас номера ГТД мы смотрели с вами и раздел импорт и у нас с вами вот этот флажок разделять импортные закупки по поступлению вот этот флажок мы я у себя не стала отменять его установку потому что у меня есть по нему документы так нет еще раз значит напомнили где живет этот красивый флажок значит вот я специально красным выделила поставлять его не надо ну и собственно говоря мы с вами ходили меню закупки НСИ закупок и соглашения с поставщиками в этом случае мы с вами заполняем соглашение с видом операции импорт ну это то что мы с вами смотрели в самом начале ну вот где только что мы с вами побывали здесь хочу еще раз снова переходим в справочную переходим в НСИ администрирование и собственно говоря здесь мы с вами все настройки уже сделали и хочу сказать вот про что то есть меню закупки у нас с вами содержит кроме начальных НСИ и кроме грубых настроек и уже так сказать более конкретных настроек у нас с вами есть отчеты которые здесь собраны в меню отчеты по закупкам обратите внимание на то что здесь у нас закупки то есть отчеты которые собраны в конкретных подразделах это в каждом подразделе имеется блок отчеты по закупкам это управленческие отчеты то есть несмотря на то что мы можем допустим по каждому конкретному отчету провалиться допустим более подробно посмотреть сведения и про документы и еще какие-то информации получить то вот здесь вот у нас собраны только управленческие отчеты сюда не входят отчеты по регламентированному отчету то есть эти отчеты мы можем посмотреть в разделе регламентированный учет и вот они стандартные бухгалтерские настройки уже вывести привычные например оборотно-сальдовые ведомости там анализ анализ тупконта и так далее мы с вами сейчас находимся в меню закупки и нас интересуют отчеты по закупкам которые мы можем получить так сказать штатным образом и вот здесь вот у нас есть во-первых импортные товары к оформлению то есть как вы видите по подсказке мы можем через этот отчет посмотреть на все ли у нас оформлены декларации или мы что-то пропустили и еще один отчет это контроль номеров ГТД которые мы оформили то есть в этом случае у нас программа проверяет ну вот так выведем то есть у меня нет ну вот есть конкретные документы по которым я могу проверить корректность номеров то есть соответствует ли регистрационный номер который я зарегистрировала правилам таможенного оформления то есть длина даты и так далее и соответственно если я использую вот этот вот этот отчет то в этом случае у меня к сожалению здесь нету потому что у меня все поступления имеют ГТД но если бы у меня были расхождения здесь бы отразилось что поступление такое-то а ГТД не оформлено и здесь еще есть одна возможность то есть если мне например какие-то отчеты не нужны обратите внимание что ну наиболее часто используемые расчеты вот выделены более жирным шрифтом но я могу сохранить сюда если я например беру видимость расчета с поставщиками то есть я беру какой-то конкретный штатный отчет и хочу добавить в него ну например колонку или какие-то другие особенности то в этом случае я могу через меню настройки создать что допустим по каким-то сегментам например я хочу получить конкретную отчетность ну вот я хочу получить по вип-клиентам чтобы у меня были вип-клиенты ну то есть в любом естественно формате или с конкретным контрагентом то есть я создала набор новых настроек к существующему отчету и хочу его сохранить значит в этом случае у меня формируется новый отчет и через кнопочку еще я могу этот отчет сохранить назвать назвать как-то например по вип-клиентам отчет по вип-клиентам любое название выбрать в этом случае у меня этот отчет отразится вот таким вот образом видите это вот отчеты которые были сохранены именно с какими-то настройками дополнительными которые конкретный пользователь вот Орлов Александр Владимирович создал к этому отчету и плюс к этому мы можем еще любой отчет из перечисленных здесь отчетов мы можем назначить только конкретным пользователем то есть чтобы не общая видимость была а только у определенных людей значит в этом случае я перехожу через все отчеты сейчас повторю еще раз переход то есть все отчеты у меня вот такой интерфейс открывается я выбираю конкретный отчет и через кнопочку изменить у меня открывается диалоговое окно где закладочка пользователей позволяет мне подобрать конкретных то есть сейчас у меня все пользователи назначены я хочу всем пользователям убрать доступ к этому отчету оставить например вот только вот этому пользователю и еще например вот этому пользователю значит все я выбрала тех кто мне необходим подобрать и закрыть то есть у меня появился список белый список которому доступно формирование этого отчета всем остальным этот отчет будет не виден и соответственно проверяю разделы которые касаются этого отчета то есть это у меня расчеты с поставщиками то есть вот я все хорошо писать и закрыть сделала в этом случае у меня для остальных пользователей этот отчет не будет виден видите а значит и второй момент я могу ограничить видимость отчетов которые вот здесь вот мне будут доступны через меню настройка например я не всеми отчетами буду пользоваться вот сейчас у меня отметочки стоят между там где будет там что я вижу если я уберу какие-то отчеты они мне не будут видны то есть будут видны только оставшиеся с отметочками но я сейчас не буду убирать поставим так вот динамика закупок предприятия значит в этом случае мы вышли вот видите у нас появился отчет динамика закупок предприятия так на этом к сожалению наше с вами время уже закончилось мы возвращаемся к нашим слайдикам и возвращаемся к нашему первому слайду мне хочется напомнить вам наши контактные данные пригласить к сотрудничеству у нас большой достаточно богатый опыт по любым работам в отношении программ 1С то есть и продажи разработка и настройка и создание дополнительных форм отчетов ну в общем-то всего чего возможно вокруг и около программного обеспечения 1С поэтому мы будем благодарны вам за обратную связь пишите чтобы вы хотели услышать так вот я вижу тут у нас какое-то возникло сообщение сейчас мы посмотрим ну к сожалению вот это не ко мне вопрос нет благодарю я тоже вас благодарю за внимание благодарю за время которое вы нам уделили так и на этом разрешите попрощаться с вами всего вам доброго хорошего дня спасибо спасибо Субтитры создавал DimaTorzok